От пациента. Получена черепно-мозговая травма 26 марта 2021 года. Первое КТ сделали 27 марта, 2-8 апреля. Хочется узнать положение дел и динамику. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 33 лет. Дата исследования. 27 марта 2021 года, 8 апреля 2021 года в динамике. Область исследования головной мозг. Проведено МСКОДА исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суп- и супротентариальных структур головного мозга. В переднем медиальных отделах правой лобной доли выявлена зона отека головного мозга с геморрагическим пропитыванием аксиальным размером 22 на 15 мм, крайне каудальным до 18 мм. В передних отделах правой лобной доли участок локального субрахноидального кровоизлияния размером 12 на 10 мм. Слева аналогичный участок 27 на 20 на 21 мм. Слева в височной доле сформирована внутримозговая гематома размером 38 на 28 на 28 мм. На фоне отека размером 50 на 38 на 29 мм плотностью до плюс 65 плюс 75 хаунсфилда. Рядом участок имбибицы кровью размером 16 на 11 на 10 мм. В теменно-затылочной доле гематома 22 на 15 на 28 мм. Сформировано субрахноидальное кровоизлияние. Справа в лобной доле, в области вершины орбиты, участок имбибицы кровью размером 12 на 9 на 10 мм. Срединные структуры мозга смещены вправо до 5 мм. Желудочковая система мозга не расширена. Боковые желудочки правый 12 мм, левый 6 мм. Область турецкого седла. Супраселлярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние от хиазмы до верхнего края цистерны 8 мм. Высота гипофиза до 3 мм. Цистерны основания мозга не расширены. Субрахноидальные пространства и борозды мозга не расширены. Определяется перелом правой и левой половины чешуй и основания затылочной кости, без смещения отломков. Перелом костей спинки носа. Данных за гемосинусид не получено. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Двухсторонняя аномалия Кемерли. Заключение. КТ-признаки свежих посттравматических изменений головного мозга, перелом костей мозгового черепа. Двухсторонняя аномалия Кемерли. КТ-контроль 8 апреля 2021 года. Ранее описанные участки имбибицы и крови в передних отделах лобных долей рассосались. Сохраняются участки отека мозговой ткани в ранее описанных местах. Слева сохраняются две внутри ремозговые гематомы. 29х26х24 мм, ранее 38х28х28 мм и 12х8х12 мм, ранее 22х15х28 мм. В передних отделах лобных долей зона отека размером 38х46х38 мм. В височной доле зона отека размером 55х35х37 мм. Смещение срединных структур до 5 мм. Боковые желудочки правый 10 мм, левый 6 мм. В остальном без динамики, вторичного смещения отломков нет. Заключение. КТ-картина положительной динамики посттравматических изменений головного мозга. Перелом костей мозгового черепа. Двухсторонняя аномалия Кемерли. 10 апреля 2021 года. Доцент кафедры КМН. Котов М. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация конечно же тяжелая, тяжелые повреждения вещества головного мозга, больше слева. В целом, динамика положительна, участки мелких кровоизлияний рассосались, остались только две гематомы, не очень большие. Смещения костей нет, и сейчас переломы особого значения не имеют, все определяет повреждение ткани мозга. По всем признакам, это получение тяжкого вреда здоровью. Говорить об исходе ситуации можно будет не ранее, чем через год. Далее делать КТ вам особого смысла нет, лучше МРТ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok